Швейцарские, да. А какие именно швейцарские? Ведь они для вас первые. Попробую помочь вам в этом выборе. Очень хороший швейцарский кварцевый движок, механизм. Этим вы способны людей удивить. Они необычны тем, что это скелетон. Поверхность ещё и выделана под кожу аллигатора. Или подумают что-то вроде «Вау! Какие у него часы!» Доброе время суток. Приветствую всех, кто меня слушает. Хотел бы прежде всего поздравить вас, или как сегодня говорят, выразить респект в связи с тем, что вы дозрели во всех отношениях до того, чтобы приобрести себе не просто какие-нибудь часы, а именно швейцарские часы. Почему это важно? Ну, раз вы дозрели, наверное, и сами понимаете, почему это важно. Но на всякий случай я всё же коротко скажу. Ни в коем случае не умаляя достоинств часов любого другого происхождения, нельзя всё-таки не признать, что Швейцария... Знаете, как когда-то говорили, как писал Маяковский, партия Ленин, близнецы и братья. Вот в Швейцарии часы — это близнецы и братья. И если на ваших часах стоит маркировка «Suist made», сделанная в Швейцарии, то это чёткая абсолютно гарантия их качества. И это не просто так. Не просто слова. Качество швейцарских часов гарантируется очень стройким законодательством этой страны, этого государства, Швейцарской конфедерации. Так что хороший выбор, правильный выбор. Поздравляю вас. Но это только начало выбора. Швейцарские, да. А какие именно швейцарские? Ведь они для вас первые. Вы носите, носили раньше, часы какого-то другого происхождения, возможно. И вот теперь швейцарские, а глаза разбегаются, их огромное количество марок, моделей. Ну, марок, пожалуй, что сотни. А уж моделей сколько тысяч, в общем, даже и не сосчитать. Попробую помочь вам в этом выборе, исходя прежде всего именно из того, что для вас это первые швейцарские часы. Вот это очень важное слово первое. И тут, наверное, важно не взорваться, быть, вернее не быть, а соблюсти некую разумную осторожность, чтобы потом не разочароваться. Часы ведь это такой предмет, который вы приобрели, стали его носить, и только через некоторое время поняли, это ваше или не мое, как говорится. Ну вот не мое. Обидно бывает, да. Поэтому лучше на первый раз соблюсти некоторую осторожность. Поэтому, подготавливая для вас вот эти рекомендации, которые я сейчас позволю себе озвучить, мы выбрали несколько моделей, весьма умеренных по стоимости. Нет, бывают еще более умеренные. Но эти, с одной стороны, вполне достойные по цене, а с другой стороны, они по цене не зашкаливают, как говорится. Это раз. И два. Это часы, которые работают либо на механике с автоматическим подзаводом, вам не нужно будет слишком уж беспокоиться о том, чтобы вовремя заводить их, крутя заводную головку, либо они и вовсе кварцевые. Часы с кварцевым механизмом, которые работают на кварцевом осцилляторе, совершающем огромное количество колебаний в секунду с очень высокой частотой, 32 768 колебаний в секунду, ни много ни мало. А работают они, источником энергии для них является, как известно, батарейка, которую заводить-то и не надо. Ее просто нужно вовремя менять, и далеко не каждый день, как вы понимаете, и не каждый месяц. И я начну с модели, которая в этом обзоре будет стоять несколько особняком по двум причинам. То, что часы кварцевые, это не особняк, условно говоря, а для особняка, для того, чтобы назвать их стоящими чуть-чуть особняком, причин две. Первое, то, что это часы женские. Все остальные в этом обзоре будут мужские. Извините уж, не сочтите за сексизм. Мы все очень любим женщин, и как-нибудь для них, для вас, тоже организуем такой обзор. Но вот мимо этих невозможно было пройти, потому что есть еще одна причина, по каковой причине эти часы стоят особняком. Их изготовителем является очень почтенная, одна из, я бы сказал, на мой личный взгляд, и не только на мой, лучших швейцарских производителей часов, компания Tag Heuer. Компания с невероятной совершенной историей, основанная в 1860 году в городке Сент-Эмья, в Юрских горах Швейцарии. Компания, которая еще в 20-е годы, 20-го же века, ставила мировые рекорды по точности измерения коротких отрезков времени. Одна секунда, одна десятая секунда, одна сотая секунда замерялась, потом и одна тысячная секунда. Конечно, основная специализация часов Tag Heuer, марки, вернее, Tag Heuer, это спортивные направления. Вот эти часы Formula 1, Tag Heuer Formula 1, конечно, абсолютно спортивного стиля. Это видно и по их дизайну, и по наличию у них браслета, состоящего из стальных и керамических звеньев. Это характерно для современных часов спортивного стиля. Корпус тоже из двух материалов. Сталь нержавеющая и вот этот безель, который еще можно называть ободком или рантом, он тоже выполнен из керамики, из черной керамики. Черный циферблат, три стрелки, часовая, минутная и секундная. Окошко даты. Маленький диаметр, всего 32 мм. Аккурат для запястья девушки. Но девушки, поскольку стиль спортивный, у этих часов девушки активный, девушки тоже спортивный, энергичный. Достойный выбор. И здесь я обращаюсь опять же к мужчинам. Все следующие модели, которые я буду показывать мужские. Прекрасный подарок для вашей избранницы. Просто замечательные. А по цене кварц, при прочих равных условиях, несколько дешевле механики. Это естественно. Ну что, порядка 90 тысяч рублей. Около того. На торжественный случай, какую-нибудь назначимую дату. Очень хороший подарок. И носить его ваша избранница может не только для того, чтобы заниматься спортом, бегать, в тренажерный зал ходить или еще куда-нибудь в таком духе. А в общем, может и каждый день. Нравы сегодня, порядки, обычаи, тенденции таковы, что спортивные часы можно носить когда угодно. Следующий вариант часы швейцарской компании Раймонд Вайль. Вроде бы простенькие. Тоже кварц. Функционал простенький. Две стрелки. Часовая и минутная. И окошко даты. Легонькие совсем. Очень хороший швейцарский кварцевый движок, механизм. Часы называются Токката. Токката. Музыкальное название. Тут интересно, может быть, будет знать, что семья Беренхайм, которая принадлежит бренд Раймонд Вайль, первый из Беренхаймов был зятем основателя компании Раймонда Вайля. И сейчас Беренхайма, уже внуки Беренхайма продолжают владеть этой компанией. Эти люди меломаны во многих поколениях. Они очень любят музыку, прежде всего, оперную, ну и в целом классическую. И вот эти часы носят такое музыкальное название Токката. Стильный, очень темный циферблат. Чуть-чуть, на мой вкус, по сегодняшним тенденциям, чуть-чуть маловат диаметр. Маловато размеры этих часов. 39 миллиметров вполне хорошо по меркам 60-70-х годов прошлого века, когда часы занимали на запястье только ограниченное пространство. Сегодня принято, чтобы часы на мужском запястье занимали его едва ли не все. Конечно, перебор не нужно. Существуют рекордные модели часов не у Райма 2 или у других компаний, не буду их сейчас называть, которые достигают 6 сантиметров диаметра, вылезают за пределы руки. На мой взгляд, это выглядит немножечко сомнительно. Ну, а 39 миллиметров по сегодняшним меркам чуть-чуть маловато. Хотя, если вас привлекает стиль ретро, то это самое то, что нужно. Честное слово. Цена невелика. Опять же, как я уже сказал, кварц немножко дешевле, чем механика. поэтому 50 тысяч рублей. Часы, безусловно, на каждый день. Причем, не просто на каждый, а на любой день. Хоть торжественный, хоть какой. Они никогда не могут быть неуместными, потому что чистая, традиционная, классика, которая... Ну, а классика вечная бывает. А вот дальше у нас несколько моделей, которые уже трудно назвать чистой классикой. Эти часы тоже Раймонд Уайль, но они совсем другие. Ну, прежде всего, это механика с автоподзаводом. Они стоят других денег немножечко, порядка 135 тысяч рублей. То есть, это, если перевести в валюту, примерно уже две с лишним тысячи долларов или там, условно, швейцарских франков, которые эти две валюты практически равны друг другу. И это уже диапазон люксовый. Нижний, но тем не менее люксовый в полной мере. Чем эти часы еще отличаются? Этими часами вы, приобретя их, впервые появившись на публике, среди знакомых, в семье, где угодно, в швейцарских часах, этим вы способны людей удивить. Это уже не просто классика. У нее есть свои очень такие необычные особенности. и это прежде всего циферблат. Он двухуровневый. В центре циферблата вы можете увидеть круг, который украшен узором гильоши, очень тонко сделанным. И, пожалуй, самое в этих часах необычное. Ну, не то чтобы совсем уникальное, есть и другие модели часов, и других производителей, в которых эта особенность есть, но, в общем, это не очень часто. Кроме часовой стрелки, минутной стрелки, маленькой секундной стрелки, в нем имеется указатель даты, но чаще всего в стандарте, в стандартном варианте дату исполняют в виде окошка, так называемой апертуры на циферблате, где видна цифра, которая перескакивает или перемещается по мере смены даты. Здесь сделано не так. Здесь указатель даты стрелочный, он в верхней части циферблата сделан в виде полуокружности, шкала даты нанесена, и он относится к категории ретроградных или секторных. Не полная окружность, а половина окружности. Дойдя до 31 числа, стрелка при переходе на первые числа следующего месяца автоматически перескочит обратно. Хороший вариант, как я уже сказал, и считаю не лишним повторить, призванный, в общем-то, удивлять. Довольно тяжеленький, диаметр хороший, по современной мерке мужской, 42 мм. Тяжеленький, но приятный на руке. Немножко, конечно, дело вкусом, но мне кажется, немножко неестественным, когда часы совсем невесомые, ничего не весят. Все-таки хочется чувствовать, что на руке есть то, что называется вещь. Браслет. Стальной пятерядный браслет классический, из звеньев, которые одни отполированы хорошо, другие сатинированы. Тоже производит очень приятное впечатление. Отмечу еще удобную заводную головку. Ее удобно брать рукой, она не слишком маленькая и не слишком выпирает. Когда вы надеваете часы на руку, на запястье, если головка слишком большая, она может при сгибе руки мешать. Говорят, что поэтому, кстати, наш президент носит часы на правой руке. Не знаю, так это или нет. Но здесь в самый раз, на мой взгляд. И раздражать кожу запястья не будет, и в то же время удобно браться за ней, удобно пользоваться. Следующий вариант тоже призван удивлять. Швейцарская компания Эпос, родившаяся чуть больше, чем 100 лет назад, производит хорошие добротные часы, тоже хорошего диаметра. Вот они, кажется, чуть меньше, чем предыдущий Раймонд Вайли. Но на самом деле примерно одного порядка. здесь это тоже сталь. Но они тоже призваны удивлять в общем-то и вас. Потом вы, конечно, привыкнете, но тех людей, которые увидят у вас на руке эти первые ваши швейцарские часы, они скажут или подумают что-то вроде вау, какие у него часы. Циферблат имитирует звездное небо, и на нем большая Луна. Это не просто мертвое изображение Луны, оно живое. Это указатель лунных ваз, который, честно вам скажу, не знаю, зачем нужен, вот мне лично для практических соображений нет. А чтобы любоваться вот этим, вот этой красотой рукотворной, да. И кроме того, здесь очень необычно, вот такого я, честно говоря, нигде не встречал. Необычно выполнены апертуры, умное слово, окошки, а по-научному апертуры, дня недели и месяца. Это часы с так называемой функцией полного календаря. А для указания даты здесь служит стрелочка с таким вот полумесяцем на конце, который бегает по кругу. Необычность выполнения этих окошек даты и дня недели выражается в том, что они, вот видите, такие наклонные, обычно делают прямые. Здесь наклонные, ну не знаю, дело вкуса, но безусловно оживляет вид на циферблат и безусловно способны удивить любого, кто увидит эти часы у вас на руке. Стоимость того же порядка, если переводить валюту, порядка двух-выскореных тысяч условных единиц, так будем говорить. Ну и последний на сегодняшний день или вечер, как угодно, сеанс. На сегодняшний сеанс наш образец это тот же самый производитель, та же самая компания Эпос. Чем необычны эти часы, которые тоже призваны удивлять, они необычны тем, что это скелетон. Что такое скелетон? Ну, понятно, от слова скелет. Кости есть, а мышц, кожа и всего прочего не видно. Вот скелетонированным или скелетонизированным, например, циферблатом называется такой, сквозь который, сквозь отверстия в нем или сквозь большое, совсем большое окно в середине виден механизм. И это очень привлекательно, потому что знаете, говорят, бесконечно можно смотреть на огонь, на морской прибой и на то, как работает кто-нибудь другой. Вот бесконечно можно смотреть в том числе на то, как работают часы, на мой взгляд. Здесь сзади, как и на всех других, можно рассмотреть, как они работают, как работает механизм, все в движении. с задней стороны, но для этого часы нужно снять и посмотреть на них. А можно не снимать, когда они на руке, видно, как двигаются колесики, как происходят все эти магические движения, ну, конечно, видно так же, как бежит секундная стрелка, как не очень быстро, но перемещается минутная. Все это происходит с завидной точностью, ну и часовая, конечно, просто ее движение особенно не уловишь. И все это здорово. Корпус у этих часов тоже из нержавеющей стали, пусть вас не вводит в заблуждение золотой цвет. Здесь применено напыление ПВД-покрытие, так называемое, буквально молекулами розового золота, в том числе и на заводной головке то же самое. Единственное, что меня немножко смущает в этих часах, опять же, я все время говорю о диаметре, вот он по современным меркам чуть-чуть может быть недостаточен, 39,5 мм. На запястье эти часы будут казаться по сегодняшним меркам мужской часовой моды чуть-чуть одинокими, особенно если это запястье мощное. Но, с другой стороны, опять-таки, если вас устраивает, если вы склонны к ретро-стилю, то все в порядке. Ну, а кроме того, в конце концов, существует такое понятие, как унисекс, а сегодняшние прекрасные дамы, прекрасный пол очень слонен к равенству и к тому, чтобы носить мужские вещи, в том числе и как бы мужские часы, а на самом деле, ведь они хороши для всех. В заключение об этой модели отмечу еще ремешок, очень стильно выделанной. Это кожа, натуральная кожа, телячья, на кожаной же подкладке, а поверхность еще и выделана под кожу аллигатора, ну, как бы высший класс. Вот, этими часами тоже, безусловно, вы можете удивить кого угодно и вам тоже скажет вау. Ну, а потом, если какие-нибудь из этих или похожих на этих моделей придутся вам по душе, станут вам родными, то через некоторое время вам захочется приобрести еще какие-нибудь швейцарские часы, может быть, более сложных комплектаций, с более сложными функциями, желаю вам, чтобы у вас сохранилось и это желание, и такая возможность. Цените время, любите часы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok